Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. В общении с мужчиной раздражает его доточность, куча ненужниковых вопросов, постоянное пробивание, я вам об этом говорю. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность иметь просто приятное общение в таком случае, либо нет смысла пытаться? Ну, вообще, как сказать, как сказать, значит, нет ли смысла пытаться? В теории, если вы будете, например, мужчину учить, да, то есть если вы будете, так скажем, последовательны, ему доносить, что вам неприятно, если вы будете последовательно выставлять свои границы, ну, ему, да, демонстрировать ему границы свои, вот, то, конечно, со временем всё-то может измениться. И со временем человек увидит, что, например, эффективности вот такого поведения, скажем так, просто нет. Другой вопрос, что это определённое время. Другой вопрос, что это определённые силы. Ну, как бы, не каждый человек готов тратить, вот, свои ресурсы, да, на вот апп, потому что, ну, не факт, что изменения какие-то произойдут, то есть человек может быть изменится, да, человек может быть поменяется, но может быть и нет, может быть всё останется, собственно говоря, как был. Тут зависит от многих факторов, если человек решает какую-то свою проблему за счёт такой модели поведения, то ему сложно будет измениться. Вот, если человек просто привык вести себя так, и просто привык таким образом себя вести, то он, конечно, может измениться, он, конечно, может начать вести себя как-то иначе, он может начать вести себя по-другому, вот, но, как бы, идея здесь, основная идея здесь в том, что мы не знаем наверняка, решает ли он проблему, или он просто выбирает вот, такую модель поведение, грубо говоря. И во многом здесь зависит от вас, хотите ли вы пробовать или нет, то есть хотите ли вы пробовать, вот, ну, узнать, решает ли он какую-то проблему таким образом, или просто ведёт себя так. Ну, здесь, как мне кажется, гораздо важнее то, что вы раздражаетесь. Вот, мне кажется, что раздражение это на самом деле чувство, на самом деле переживание ваше. То есть у него есть какие-то основания, у него есть какая-то история, скорее всего. И, на мой взгляд, наша задача могла бы заключаться в том, чтобы помочь вам, например, разобраться в себе, чтобы помочь вам понять, откуда это раздражение. Почему это раздражение, например, появляется вообще именно раздражение, ведь раздражение это злость, злость это, ну, как правило, про страх. Вот, и с точки зрения определённой модели поведения, да, я бы сказал, что вы болезненно реагируете, когда, например, нарушают ваши личные границы. Я бы сказал, что это нормально так реагировать, то есть никому, в принципе, не понравится, когда его личные границы нарушают. Никому не понравится. Но стоит обратить внимание на то ваше, что вы как будто бы выбираете такого человека, вот, который ваши личные границы нарушают. То есть вы же говорите, что, ну, хотел бы замуж, что он, точнее, вас как бы зовёт замуж, ну, вот, и для вас, вероятно, это имеет значение, получает, вот, что он вас зовёт замуж. А вы спрашиваете себя, выходить ли мне замуж за того человека, который нарушает мои личные границы. Вот в чём вопрос. Поэтому, как бы здесь не было такой истории, что вы выбираете себе тех мужчин, например, вот, которые нарушают ваши личные границы. Вот. Подобная модель поведения, если она, ну, допустим, действительно присутствует, подобная модель поведения, как правило, идёт родом из детства и взаимоотношения с родителями, вот, в частности. И проистекает, например, из такого желания, например, доказать, вот, мужчине, да, что, там, что вы, допустим, чего-то стоите, что вы достойны, например. Например. Да. То есть вот, ну, какая-то такая вот история здесь вполне может иметь место быть. Вот. И наша задача разобраться в этом, да, наша задача стараться понять этот момент и его подкорректировать, если в этом есть необходимость. То есть, вот, смотреть на, грубо говоря, на первопричину, а не на, как бы, то, что происходит сейчас. Вот. То, что происходит сейчас, вы можете определить своими ценностями, да, вы можете определить, например, тем, допустим, почему вы говорите, что это вопрос, что вопросы, которые задаёт мужчина ненужные. То есть, вот, откровенно, откровенно обесцениваете, пусть получается, получается его, то есть, если они, вопросы, я имею в виду, не нужны вам, то это не значит, что они не нужны ему. Вот. Только вы, вот, не знаете, там, грубо говоря, грубо говоря, что за этим стоит, что за этим скрывают. Вот. То есть, вы можете не знать просто, что, как бы, ну, о чём свидетельствует то, что, ну, то, что мужчина вам задаёт вот столько, столько вопросов вам. Вот. То есть, вы можете спросить, мне этого не знать. Вот. И если вы этого не знаете, то, ну, это ещё не отношается, как бы, как бы, с этого вопроса не нужно. Что, по этому случаю, вот, первое, это работа, собственно, с вашим раздражением, которые вы ощущаете, и которые у вас реально есть. Вот. Потому что это всегда по всему, да, какая-то вот злость, которую вы кому-то не выразили, например. Это с одной стороны. А, с другой стороны, ну, вот, постараться человека понять, увидеть, вот, увидеть, что ему, ну, важно, что ему цена, так сказать, в этих вопросах, вот, их, ну, фиксировать. Своё, своё внимание именно на этих аспектах, вот, а не на том, что это просто, там, вас отображает и без, например. Вот. Другое дело, что, да, другое дело, что, может быть, вы не можете пока что этого делать, именно, вот, из-за того, что у вас, вот, ну, достаточно много получается злости, да, достаточно много получается, вот, какой-то, может быть, страхов определенных. Вот, то есть, вот, да, тоже, конечно, всё может влиять, естественно, естественно, всё это может влиять. Вот, поэтому я, ну, не драпив, не драпив, чтобы немножечко с выводами, да, не драпив, чтобы, вот, в такой, ну, в такой позиции. Например, есть ли, ну, возможность его, как-то перевоспитать, например. Вот. Я бы не драпивался, и, ну, конкретно, вот, с такой позиции. Я бы больше смотрел именно, вот, в сторону того, о чем я сказал, например, вот, это, мне кажется, важнее. Вот. 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 Ну, решать, конечно, вам, в любом случае. Вот. Просто, разрушение, если оно есть, оно, ну, никуда не денется. Вот. И оно не уйдет. И, как бы, что вы будете делать замужем, если вы будете с этим человеком, ну, гораздо больше чаще, вот. А его вопросов, как бы, меньше не станет, например. Да. Да. Вот. Поэтому тут, тут вот, а, такой есть, на мой взгляд, нюанс, на который в обязательном порядке нужно обратить ваше внимание. Вот. Что еще хотелось бы, наверное, сказать? Эм, а что вас с мужчиной связывают? Ну, то есть, эээ, что вас объединяет с человеком, например? Потому что, эээ, если, эээ, если, к примеру, вас объединяет, эээ, только некоторая идея замужества, эээ, замужества, да? Вот. Что это выдает некоторую, наверное, в первую очередь, эээ, пустоту в ваших, эээ, ну, вот, в ваших, эээ, в вашем взаимодействии. Вот. Вот. И это мог, могло бы объяснить его, вопрос, вопрос, вот. Это легко, легко могло бы объяснить его вопросы. Потому что, когда есть определенная пустота, да, когда люди, к примеру, ну, озабочены, например, только тем, вот, получится или не получится, там, допустим. Ну, замужества. Как вот вы, например. Что, эээ, конечно, будет больше вопросов. Вот. Больше вопросов, эээ, больше каких-то стрывок. Вот. Больше сомнений, эээ, больше страхов, эээ, больше попыток, эээ, контроля, контролировать. И меньше, эээ, как бы, непосредственно взаимодействия. Ну, взаимодействия. Вот. Поэтому, какая-то такая история здесь. Эээ, надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Вот. Ну, взаимодействие. Вот. Предлагаю вам для начала разграничить ваше отношение к реакции мужчины, да, и, собственно, вашу реакцию на него. Вот. Вот. Поскольку вещи это не разные. А дальше, после этого, когда вы разграничите, вот, вы уже сможете для себя, эээ, ну, что-то решить. Определить, выявить. Вот. Я думаю, так. Вы сможете для себя что-то решить, определить, выявить. Вот. Просто сейчас вам это очень сложно сделать. В силу того, что вас охватывает, эээ, число ваш, эээ, и, мне кажется, любому бы человеку, вот, было бы в этом, в этой, ну, в этой ситуации было бы, было бы тяжело, непросто. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.